Книга «Открытым оком». Вопрос 2173. Восьмой том. Тема болезнь. «В житиях описано много случаев исцелений, но все они стандартные. Молита ко святому, прикосновение к мощам. А были ли другие способы и рецепты?» Отвечает Игнатий Тихонович Флапкин. «То, что я привожу здесь, это только для доказательства сказанного. На самом деле таких исцелений событий множество в житиях». 1 Тимофея, 5 глава, 23 стих. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов». 2 Царство 4.4. «Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле и о Нафане из Изриэля. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфифосфей». 1 Тимофея, 35 глава, 6 стих. «Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немога будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Пример жития святых. Мина, 11 ноября. Около церкви святого мученика вместе со многими другими находились Хромой и Немая, ожидая получить исцеление. В полночь, когда все спали, святой Мина явился Хромом и сказал, «Подойди молча к нему, женщина, и возьми ее за ногу». Хромой ответил на эту мученику, «Божий угодник, разве я блудник, что ты повелеваешь мне сделать ее?» Но святой три раза повторил ему свои слова и прибавил, «Если не сделаешь всего, не получишь исцеление». Хромой, исполняя повеление святого, приполз и схватил за ногу Немою. Она, пробудившись, начала кричать, негодуя на Хромого. Сей, испугавшись, встал на обе ноги и быстро побежал. Таким образом оба они почувствовали свое исцеление. Немая заговорила, а Хромой быстро побежал, как олень. И оба исцеленные издавали благодарение Богу и святому мученику Мине. Борис, 2 мая. В один из дней на его праздник пошли убогие, и тот Хромец, надеясь что-нибудь получить. Войдя в дом, тот, сел он перед Хроминою. Случилось же так же, что ему не дали ни есть, ни пить, и сидел он голодный и жаждущий. Тогда внезапно впал он в выступление и видение видел. Представилось ему, что он сидел у церкви святых. И видел он Бориса и Глеба, вышедших как бы из алтаря и шедших к нему, и пал он ниц. И много людей стояло вокруг и смотрели и делились преславному чуду. Из колена страдальца появилась нога и стала расти, пока не сравнялась с другой. И это произошло не в долгий срок, а в один час. Субтитры создавал DimaTorzok